Всем привет! Как вы уже знаете из нашего репортажа, мы побывали на игровой выставке White Nights Moscow 2017 и там познакомились с множеством любопытных инди-разработчиков. Но были там и наши старые знакомые, например, студия Собака, у которой готовится новый проект. Немного похожий на их дебютного редимера, но совсем другой по философии. Привет, геймгуру! Показываю нашу новую игру. Новая игра практически никак не связана с редимером, нашей прошлой игрой. Редимер вышел, мы его поддерживаем, но фуллтаймом занимаемся новой игрой, которая называется «Девять обезьян Шаолине». Битымап. Намного сильно более битымап, чем редимер. С сюжетом. Простой рыбак Чен становится участником нападения японских пиратов примерно в 18-18 веке, точно не помню. И, значит, сначала он просто отбивает свою деревушку, а потом попадает в кванахам, они его посвящают. И он по этой теме прокачивается и становится тоже мощным, примерно как аватар, у которого три точки на башке. Эта игра новая, она сильно более сфокусированная. Редимер был немножечко распылен, мы сделали многожанровый проект, и это нас немножко подвело, потому что люди не совсем подхватывают то, что нужно играть сразу и так, и сяк, и стрелять, и драться. Многие только занимаются одним, им становится скучно, а второй они не подцепляют. Поэтому мы убрали все лишнее, оставили базовую механику драк, и делаем их более навесистыми, мощными, с большим количеством всего, но именно только про драки. У нас будет три стойки, магическая стойка, кроматическая стойка, обычная стойка. Деремся палкой, палки будут разные, копья, лопаты китайские, может, алибарды какие-то, не знаю, сложно сказать. Ну, в общем, все палочное такое. Игра 100% с копом, будет у нас, вторым персонажем будет некто, именующийся отца Ребезьян. Это известный персонаж китайской фильмографии, не знаю, как назвать. Не сразу мы пришли к этому концепту. Ребезьян, когда заканчивался, мы начали думать над новыми проектами, итерациями, и что делать дальше. Ну, выбрали кунг-фу, потому что, ну, вообще сам буддизм, он лично мне близок. Потому что, сравнивая все, значит, мировые существующие религии, он выглядит наиболее человекоориентированным. Поэтому китайская мифология, и она интересна, она не заезжена, потому что, сколько мы видели всех небоскребов, взрывающихся, Манхэттентаун и прочее, это все уже вот здесь. Китайская стилистика, она очень колоритная. Все эти крыши, вся эта архитектура, все штуки, они очень... Плюс, так как японские пираты, то и будет еще и японщина, которая еще добавляет и делает две между ними сочетания, что должно сделать все очень красивым. На данной игре делаем мы больше, намного упора на арт-стиль. Редимер был совсем под реализм, то есть все объекты, тени, освещение, все такое, как будто бы реализм. И это очень скучно, потому что слишком много деталей. Глазу не за что зацепиться, не за что сделать вау. Не, есть круто, все, за арт, мы получили награды, все такое. Но нужно более, чтобы такое яркое, запоминающееся и более простое, что ли, в неком смысле. Чтобы было подчеркнуто, да, но не перегружено. Вот что самое главное. Поэтому деревья зеленые, камни как Firewatch. Firewatch для нас некий-то ориентир, правда там совсем. Мы немножечко, чуть-чуть комиксности хочется, потому что комиксность тоже, она очень подчеркнута, очень красивая. Ну и в данном, с данным геймплеем комиксы очень хорошо считаются. Но не полный комикс, то есть мы ищем, ищем свой такой вот более-менее индивидуальный стиль. Пришли мы к этому концепту не сразу. Сначала мы делали более масштабную историю про трех персонажей с разными боевыми стилями. Стиль журавля, стиль тигра. И они вот три друга, три разные истории, идут, пересекаются у них дорожки. Они идут за вражеским колдуном. Но это все было масштабно. В итоге мы решили, что нам этот масштаб ни к чему. Ну мы много огребем, а при этом фана никого не выиграем. И мы сжались до одного героя, плюс коопный. И вот его будем прокачивать, его будем делать боевые механики, ему будем делать боевую систему и врагов. Которые разные, которые по-разному бьют, разные дерутся. Ты выбираешь тактику, боссы, конечно, и порядка 20-30 уровней. Коопный герой, он получается drop-in, drop-out, он не имеет своей какой-то сюжетной составляющей. Он не мешает сюжету никак. То есть он не совсем ворвиглаз, то есть ниоткуда. Он все-таки из мифологии. Он все-таки, ну, представьте себе, например, что у нашего героя есть некий дух вспомогательный. Он не обязательно должен или играть какой-то, или не играть. Он просто как-то помогает своим духовным образом и никак не мешает. Вот что-то такое. То есть просто чувак выпрыгивает, помогает. Он в сюжете не мешает, но и при этом, может быть, даже где-то он будет появляться. Чуть-чуть. Редактор субтитров А.Семкин